Всем привет! Сегодня прям есть желание записать ролик, не то чтобы у меня там специальное вино, но с другой стороны оно у меня есть. Сегодня медок 2016 года. Я хотел, конечно, другую немножечко сделать историю. Я люблю такие сложно сочиненные варианты. И на полке, когда я увидел это вино, одновременно был и 17-й и 16-й год. Но мы знаем, что 16-й лучше, а 17-й такой очень спокойный винтаж. И часто не то, что он там скоро спелый, а даже не очень. И тут даже по ценкам я посмотрел, разница значительная. Может, даже я потом докуплю и тогда сделаю на втором винтаже вот это сравнение. А сейчас, в принципе, даже в этой бутылке достаточно того, чтобы рассказать. Во-первых, медок. В прошлый раз было просто Бордо, потом было сразу Марго, и как-то пропустили медок, получается. А на самом деле история такая интересная. Я не буду вдаваться в подробности, там, картографию, историю. Ну, в общем-то, что такое медок? Это мы точно понимаем, что это Левый берег. Ммм, классная пробка. Интенсивно достаточно окрашено, но в полном порядке. Вино, кстати, 14,5% это вот прям новая мода, да, когда очень жарко. Но для медока это абсолютно нормальная тема. Значит, что такое медок? Это, понятно, Левый берег. И это у нас, хоть и медок достаточно большая зона, у нее там уходит Омидок, и вот эти коммуны, остальные, да, Марго, Сент-Жульен, Паяк, Сент-Эстеф. Но даже дело не в этом. Дело в том, что если виноград из конкретно этих зон, то он и будет маркироваться как эти зоны. Если он из Омидока, это повышенная категория, он будет номиноваться как Омидок. Соответственно, когда мы видим Омидок, ой, просто Мидок написано, значит, это вот из оставшейся зоны, скажем так. То есть вряд ли он деклассифицирован, деклассирован, а скорее всего просто это, во всяком случае, виноград с ограниченной зоны. Это уже очень круто. В принципе, я об этом говорил, что когда мы имеем дело с Мидоком, это уже такой достаточно серьезный уровень. Дальше, по 2016 году хотел сказать. На самом деле, хоть он и 10-ти бальный, 10 из 10 уже оцененный, но как-то он прошел не очень замеченным после 10-го, 15-го, хотя 15-ый на 9 баллов. Есть 100-бальная, правда, шкала, но я так люблю 10-бальную, потому что, ну, зачем там вот эти вот градации, это вино оцениваешь, когда там 100-бальная, я понимаю. Вот, но суть в чем, что он такой до сих пор невыявленный как бы бриллиант. И вот я о чем задумался, почему я взял не из-за того, что это Мидок, а из-за того, что это Мидок из 16-го года. Мне кажется, что сейчас вот я составлял линейку раньше там 2005-го года. И это понятно, что все, это уже обозначившийся год, и его собирать было клево. Но сейчас практически это не найти, ценник залетел. И мне кажется, сейчас было бы интересно собрать 2016 год вообще все, что найдется. Потому что даже вот это вино, которое стоит 900 рублей, его, в общем-то, пример показывает, что даже в таком низком сегменте ценовом вино у многих получилось. И, соответственно, было бы интересно собрать некоторую линейку именно не для того, чтобы вскрыть ее, а для того, чтобы ее хранить. И, соответственно, это прикольно, потому что ты можешь работать с разным ценовым диапазоном. Нашел ты там Крю Буржуа за 2700, окей. Нашел Мидок там за 1000, тоже окей. Нашел какой-нибудь там серьезного игрока. Ну, начиная с Потенсака, который Крю Буржуа идет. Ну, сейчас я посмотрел, ценник на него около 5000. Ну и больше там до Гранд Крю. Цвет очень плотный. Последний раз вот такого характера вино я видел, это было Шато Кантемеры, по-моему, 10-го года. Отличный тоже винтаж был. У этого, я, кстати, не постеснялся, посмотрел Вивина. Я пользуюсь этим моментом. Ну так, очень аккуратно. Я делаю только легкий срез, как это выглядит. Винтаж 2017 и 3,4. Это 3,8. В принципе, для этого вина неплохая оценка. Но, с другой стороны, мы знаем, что вина бывает и 4 балла, и 4,1. Но потом я еще покопался. У этого вина 88 баллов от Вайн Энтузиаста. Понимаете? Это для вина до 1000 рублей. Соответственно, в Европе, может, оно стоит вообще там 5 евро, а может даже меньше. Ну, не знаю, честно говоря. В общем, к чему я это говорю? Я, наверное, потом еще расскажу, где я его взял. Потому что это тоже интересная тема, почему я туда пошел. В общем, очень плотное вино. Это рубин. Да, непрозрачный абсолютно. Единственное, что шаток антемеры был еще как бы с такой занавесью такой плотности. Как будто такой вот с дымкой. Здесь этой дымки нету. Хотя вот чувствуется, что вино, если оклеивали, то есть совсем немного. То есть оно чистенькое достаточно. Но плотность у него, конечно, значительная. Вот. Только когда вот такие переливы делаешь, видно, что в нем есть прозрачность. А так кажется, что нет. Я слышал уже по комментариям, что надо декантировать. Но не хочу, честно говоря. Просто даже разделять ролик. Хотя знаю, что это было бы лучше. А, и кстати, и почему 2016 год сложно распознать. Потому что многие вина, даже хорошие, сейчас находятся в спящем режиме. Бывает такое, когда в развитии вина, вина в процессе его, наступает момент, когда оно закрыто. И ты абсолютно не понимаешь, то ли оно умерло, то ли оно все в порядке. Единственный вариант, это что? Как понять? Ты его открываешь и декантируешь или оставляешь? Если оно исправляется, все. Значит, у него есть потенциал и так далее. И тут мы, кстати, имеем историю, так же, как у Паркера, 82-й год. И кто вот провозгласит 16-й год 82-м, а я давайте сделаю в русском сегменте, это я, то, может быть, действительно, это вот один из величайших винтажей за последнее десятилетие, давайте скажем так. Надо аккуратно, потому что, тоже, понимаете, это очень легко бросаться на таком уровне небольшом, как у меня. Давайте по ароматике. Я, на самом деле, не то чтобы специально оттягиваю, но, с другой стороны, этому вину надо подышать, поэтому даже вот 5 минут прошло, это неплохо. Оно закрытое. Есть вишня, есть ваниль, есть острота легкая, вот этого ежевики с йогуртом с пралине, чувствуется концентрация изначально, чувствуется, что вино сейчас не выведено в пик, а у него есть пик, который растет. Вот, и, соответственно, оно в какой-то момент будет лучше. Почему я говорю, что вот такое вино не помешает в коллекции? Потому что вы заплатили за него копейки, а когда будете открывать, лет, например, через 5, ну, в хорошем случае, если у вас большая коллекция и выдержит столько времени. Потому что я, когда 2005-й собирал, я тоже думал, что навсегда. Вот, ну, ни одной бутылки не осталось. Но, с другой стороны, для меня это был очень хороший опыт, чтобы просто перейти вот эту ступеньку понимания вина. Поэтому тоже ничего плохого я в этом не вижу. Ну, давайте попробуем. Для такой стилистики есть описание болт или робуст. Вот есть мощность эта, есть концентрация. Есть отличная кислотность, клевая. Есть танины, очень приятные даже уже сейчас. Но, когда они разовьются, они будут вот в той степени, когда, Паркер говорит, они интегрированные и шелкивые, да. Когда без стишка вино. Сейчас чуть-чуть оно топорщится, но оно придет в себя, кстати, оно уже сейчас вкусное. Для себя я считаю, что вот у меня вот есть небольшой талант вот к распознанию вин, потому что мне не важно, в каком состоянии оно сейчас. Если я могу распознать его потенциал, то я уже за это как бы это вино и уважаю. И из-за этого я, кстати, в свое время начал заниматься елой. Не в плане того, что это были лучшие вина, но потенциал у них был лучший на рынке. И до сих пор они лидируют, и до сих пор это вино для тех, кто наработал какой-то уже дегустационный опыт. Значит, смотрите, продолжим с этим вином. У него есть вот эта заточка. Но этой заточке необходимо дойти до вот этого вот горизонта своего и чуть-чуть на нем даже побыть. Мне кажется, что это, если не 5 лет, то может быть 3 года. И 14,5 градусов здесь очень неплохие. Хотя многие ругают Бордо за то, что оно стало алкогольным. И в одно время говорили, что это они как раз идут по Паркеру, потому что он любит такие сильно алкогольные вины, ромские либо американские. Но дело в том, что я как раз вчера послушал несколько обзоров, ну не обзоров, а лекций по Медоку. И все-таки там соглашаются многие, что это все-таки региональная такая тема, связанная с терруаром с одной стороны и глобальным потеплением с другой стороны. И я могу понять. И на самом деле вот такие года типа 2016, они даже в такой непростой, скажем так, ситуации, может быть и благоприятный был год, но все-таки он идет в неком векторе вот этого повышения температур. С ним справились, его хорошо упаковали. То есть, понимаете, вот надежное вино. Это редкие, редкие бывают винтажи у вин. Вот, например, у Потенсака говорят, что 2016 год как раз-таки один из лучших. И, в принципе, если ее там брать, то 16-й год, да, Потенсак-то бывает, и 95-го на рынке, может быть, не сейчас можно найти, но недавно еще можно было. То, представляете, вот это время все, это было одно вино, а потом оно выпрыгивает на новый уровень. Такое было с Кантемерлим там в 10-м году, с Митллафит. В общем, много марок, которые в какой-то год себя показали лучше всего. Понятно, что сейчас, с одной стороны, технологии более прогнозируемые. Сейчас более понятна физика вина, химия вина. Понятно, что с ним делать. Уже не нужны вот эти летающие нологи, чтобы сделать хорошо вино. В принципе, есть такое понимание общее. Но все-таки это большая удача дождаться такого винтажа. Мы знаем, что виноделы там максимум 40 сборов урожая. И кто дождался этого, мне кажется, 2016-й год это отличный вариант. Опять же, я обещал сказать, где я его взял. Взял я его в Дикси. Я не хожу в эту сеть, потому что у меня близко нет. Там мне просто делать нечего. Не могу там никогда ничего найти. Хотя я помню, что в свое время какие-то там даже вина можно было найти интересные, завалявшиеся. Сейчас такого нету. Но когда я услышал, что магнит выкупает эту сеть, я понял, что с одной стороны, они могут распродавать ассортимент по дешевке, чтобы выйти в нули, подбить баланс. А с другой стороны, этот ассортимент может кончиться. Это не значит, что они назовут там все магазины магнитом, хотя такое тоже может быть. Но то, что они могут отказаться от этого импорта, это факт. И, конечно, вот это вино стоит 900 рублей. Я его взял со скидкой около 600. В отзывах было, что там год назад его брали за 430 и за 700. То есть разница цена. Но, ребят, даже не за 600 рублей. За 900 рублей, если вы найдете вот это вино 2016 года, берите и даже, ну вот где я был, там одна бутылка была. И одна семнадцатого. Вот семнадцатого я не взял. Но, может быть, если буду в том районе, ты понимаете, мне даже надо в центр съездить, чтобы ее купить. И даже зная заведомо, что там семнадцатый год хуже гораздо, то я взял бы просто его в сравнение. Вот. Вот эту бутылочку мне немного жалко, потому что я бы очень хотел посмотреть, как она развивается. Потому что, когда ты даешь прогноз, не очень прикольно его давать в никуда. Прикольно, конечно, проследить за ним. Хотя, с другой стороны, я уже точно на своем опыте понимаю, что, может быть, эта бутылка у меня не проживет столько времени. Все-таки должен быть некоторый спокойный, размеренный образ жизни, устоявшийся уже, чтобы собрать и хранить коллекцию. Вот. Но это вот такие вина. Если я раньше говорил, Шапель де Потенсак, второе от Потенсака надо брать ящиками. Когда у нас сейчас стоит две восемьсот, а не тысяча шестьсот, тысяча триста, как раньше, а со скидкой восемьсот пятьдесят, то, знаете, тут задуматься. Но вот из таких вин очень сложно найти какой-то вот неограненный алмаз. Вот я вам такой вариант нашел. Не буду даже пробовать второй раз, потому что, в принципе, одного варианта, оно еще не развилось, да, для понимания, что это вино будет расти дальше. Может быть, даже в цене. Мы не знаем, чем там кончится этот год. Какими курсами доллара и евро. Но даже не в этом дело. Вы точно получите через год, через два, через три совершенно другое вино. И оно будет по уровню, может быть, и ближе к Шапелю, а может, и к Потенсаку, например, тринадцатого года. Ваше здоровье. Ваше здоровье.